Иду в лес. Снова буду пытаться найти саркосому. Круглые страстные коричневые грибочки, похожие на яйца чужих, которые можно есть сырыми и пить. И вообще. И вот. Ну, заодно, наверное, наберу всяких строчков. Потому что, ну, надо хоть чуть-чуть сезонные грибочки. Уже прям весна. Днем плюс пятнадцать обещают. Сейчас утро. Полдесятого где-то. Вот. Идем гулять, короче. Чтоб дома ничего не делать. Я ушла в лес. Вот они первые мои. Сегодня первые строчки. Так-то мы их уже видели и показывали. Они уже давно растут. Но это не очень крупные. Про строчки вообще тема весьма интересная. Потому что есть строчки ядовитые и есть не ядовитые. Те, которые ядовиты, они условно съедобные. А те, которые не ядовиты, это строчок гигантский. И вот мы его сейчас видим. От строчка обыкновенного он отличается сильно. У нас здесь не растут строчки обыкновенные. У нас растут только гигантские. И от обыкновенных они отличаются белой ножкой. Полностью белая. И такой вот светловато-коричневой шляпкой. У обыкновенного строчка шляпка каштанного цвета. Прям очень красивая в красноту и красноватая ножка. Вот. Она еще более выражена. Ну и соответственно размеры тоже вот сильно отличаются довольно-таки у взрослых грибов. Тут вот грибы молодые, поэтому они маленькие. В принципе это размер обыкновенного строчка. Но это гигантский. Вот. Основное отличие это как раз цвет шляпки ножки. Так как у обыкновенного строчка шляпка вот реально как у спелого каштана у конского была бы. Не знаю. Вот. Более. Вот такого цвета. Вот. Прям очень похоже. и растут они преимущественно в таких сосновых лесах. Часто на песке. Я их видела под Нижним Новгородом в Савином Туре. Вот. Там они растут в тех лесах, где мы смотрели бородатых неясностей. Вот. И вот их как раз есть нежелательно. Вот эти беспроблемно. вот 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 это вот тоже какие-то сумчатые грибы. Типа сырка с циф. Я не знаю, как они называются и почему они не фокусируются. Давай фокусируй. Вот. Не знаю, съедобны ли они и вообще возможно можно где-нибудь будет погуглить или у Вишневского посмотреть. вот вот они так растут. Я сейчас нюхаю его. Очень-очень слабый, непонятный запах. Вот. Встречаю их здесь, наверное, впервые. Поэтому не могу сказать, что они распространенные, точнее для нашего леса, наверное, даже редкие. Может быть, я их просто раньше не замечала. Вот. Ну, а кому они нужны, такие маленькие, в маленьком количестве. Но интересные. Вот еще одно гнездо строчков. Вот они тут торчат, строчат. Без ножа их довольно неудобно собирать. Вот. Грибницы ничего не делают, если их выковыриваешь. Но все равно половину вот этого надо отрезать. Потому что никак не вычистить. Они все-таки, у них и в полостях всякие улитки, червячки и прочее. И пока ты его выковыриваешь, он просто сломается. Поэтому здесь все-таки чаще всего надо применять нож для добычи. Вот. След оленя. Так. Но сама их структура довольно интересна. Просто посмотреть. Вот это вот грязилище. Я не представляю, как люди собирают в местах с песчаными почвами. Потому что песок во всем грибе будет. И его никак не вычистишь и придется есть со скрипом на зубах. Это вот клевый. Как он? Печеночница. Не, не печеночница, а какая-нибудь. Хотя, похоже на печеночницу. Или копытце какое-то. В общем, прикольные такие тоже цветы, растения. Там подвывает вяхерь. Вяхерей в этом году очень много. У нас около маминого дома загнездились на елке. Вот. И у нас тоже курлыкают около дома. Вяхери молодцы. Это лесные большие голуби такие. Так. Ну, дальше пойдем сейчас. Вон нам какая красота. Мозги! Ой, и насрано. Что насрано? Кто там живет? Кто-то, может быть, ночевал? Птичками. Вот это уже такие большие довольно-таки крупные строчки. Гигантские. И они не поменяли свой цвет. Вот они как есть такие коричневые, так они и будут. Вот. Приятный коричневый цвет такой карамели. Светлой карамели. Вот еще там вон два. И вот здесь вот еще они растут обычно такими стайками. Так что, если один нашли, значит, рядом, скорее всего, будут другие чаще всего. Вот. И... Вот предпочитают в этом году они растут в еловом лесу. Если не растут в еловом, скорее всего, была сухая зима, мало снега. И искать их надо уже по вот таким прогаленным топким. Где малини, крапива, вот типа такого. А они в сухие такие, когда сухая весна, предпочитают влажные места. А в этом году было очень много снега. Поэтому строчки выросли вот в ельнике, довольно-таки сухом ельнике. Которые просто здесь было снега выше колена. Мы здесь ходили зимой. Вот тут растут строчки, которые на солнышке загорели. В принципе, они все еще такие же карамельные остаются. Это строчки гигантские. Правда, они более сухие и не такие прям морщинистые. Вот. Это были бы обыкновенные строчки. Они были бы прям целиком вот такого вот темного цвета. И в красноту. Такой красивый, шоколадный. Вот. Здесь вообще таких мне сейчас много попадалось. Но я их не рву. Потому что... Ну, и других много. Вот я два сорвала, чтобы показать. Сейчас я их, конечно же, заберу. Потому что если я их сорвала, что их оставлять? Вон уже у меня. Котомочка. С грибочками. Так. Корзинку не беру. Потому что, ну, идти с ней в лес лень. Вот. Так вот, с температурами интересная штука. То есть, почему строчки обыкновенные люди едят, не помирают, хвалят и другим советуют. Потому что ядовитое вещество, которое вырабатывается в этих строчках, гриб вырабатывает в теплую погоду. Если погода холодная, то это вещество просто не успевает в достаточной количестве выработаться и, в общем-то, вас не отравит. Готилов не называл, как оно называется, но я забыла. Можно погуглить. Так вот, у нас, там, Московская область, да, Ленинградская область. Строчки, в общем-то, в принципе, не опасные, потому что весна все время холодная, погода холодная, грибы растут в холодное время года и не ядовитыми вырастают. А где-нибудь в Европе этот гриб считается прям страшно ядовитым, никто его не берет, не собирает, потому что смертельно ядовитый. Там тепло. Вот. А еще и готовят, как бы там два раза отваривая, сливая воду и отваривая снова. И это, в принципе, тоже вымывает у грибов яд. Причем важно не долго кипятить, а именно прокипятить, поварить и слить воду. И так несколько раз. Я с гигантскими строчками делаю точно так же, на всякий случай. Хотя говорят, что это не обязательно. Вот такая вот интересная штука с температурами. А еще есть у грибов ядовитые вещества, которые активизируются под воздействием алкоголя. То есть человек, который съел какие-то грибы, ему все хорошо. Если съел и запил водкой, ему будет нехорошо. Надо будет отловить гатилова за его длинный хвост и заставить все это рассказывать. Он интересно рассказывает и он помнит все эти умные слова, которые не помню я. А если он не помнит, то незаметно гуглит и делает вид, что он их помнит. Вот так. А я просто хожу грибочки собираю. Такой корень живописный. Кто-то там ходит. Зверюшки какие-нибудь. В таком вот я еловом лесу мрачном, который елово-осиновый. Вот это, наверное, самый такой мрачный и не живописный лес. Но зато в нем вот грибочки растут. И летом здесь очень много ходосиновиков. А так обычно мы сюда редко закрятываем. Вот такой гриб красивый. Вот они, саркосцифалы, которых мы уже обсобирались, объелись. Тут Тимонова Евгения недавно показывала, как они пыхают спорами. Я вообще тоже это видела, но как бы, ну, видела и видела, и что, и не думала, что это что-то такое странное, удивительное. О, только что он пыхнул. В общем, когда его трогают, он выделяет облачко белых спор. Вот, тоже только что было, я не знаю, на камеру это получается или нет. Ну, типа... Типа они так делают. Давай еще раз. Нет. Не хватит. Сейчас попробуем еще один. Надо, наверное, какое-то макро настроить, лечь здесь и пыхнуть. Чтобы было видно на камеру. Оно не пыхает. Ты еще не готов? Скажи, я стесняюсь. Съедобные грибочки. Красноушки макроватенькие. Вот. Очень прикольные. Я впервые в этом году их собирала. Впервые попробовала. Не знаю, зачем я их сейчас с собой беру. Зачем я с собой два гриба. Здесь, конечно, есть еще. Ой, вон их много сколько. Но собирать их в большом количестве я сейчас не планирую. Ну, вообще, они уже все не отходят, потому что сухо становится. А им нужна влажность сильная. Они любят влажность. Эти еще, наверное, недостаточно созрели, чтобы пыхать с порами. Вот. Грибы растут практически еще даже, когда снег лежит вот на прогаленках. И действительно им нужно очень-очень-очень сильно оба были. Вот сейчас был как раз этот споровый выброс. Как-то они непрогнозируемые это делают. Вот. И растут они, получается, до мая. Может быть, до середины мая. Зависит от погоды. Я думаю, если бы шли дожди, их еще бы долго нам бы показывали. Давай. А сейчас уже подсушивает. И грибочки тоже скукоживаются. Какая там улиточка маленькая сидит. Крохотная. Даже не знаю, что за улиточка. Надо ее выпустить. Уходи, улиточка. Ну вот. И они уже, наверное, не вырастут большими, вот эти. И не хватит влажности. А вон там огромный, огромный такой сувель на березке. Надо его посмотреть. И там краснеют прям красные грибы. О какой. Мама бы из него чего-нибудь наделала. Он такой классный. Очень такой прям вообще. И береза-то небольшая, а вырастила вон какую себе страшную штуку. Огромную. Где-то он уже гнить, наверное, начал. Ну, тут твердая древесина. Вот. Огромный просто. Очень классный. Милые поганочки. Не знаю, как они называются. Я вообще очень мало грибов знаю, на самом деле, из всего этого разнообразия. Но они очень красиво растут. Нафотографировала. Нашла и отломала чагу. Как я ее ломала, снимать не стала. Мне пришлось играть в кротисто, чтобы достать ногой и ее отпинать, чтобы она отвалилась от березоньки. Вот. Но у меня получилось. Такая вот чайная штука. Чайный гриб. Вот какая красота выстроилась. И вон там еще один. Прям очень много в этом году грибочков. У меня уже тяжелая сумка. Я повернула домой, но когда дойду, я не знаю. Тут долго еще идти. Вот. Вот это все надо отрезать черное. В землю. Из ножек. Чтобы не таскать с собой лишнюю тяжесть. Вот. Этот я не буду резать. Пусть торчит. А тут старые осины, упавшие. Объеденные оленями и лосями. Да и зайцами тоже. Вот их. Все их выживали. Я все еще не теряю надежды где-нибудь найти рога. Конечно, здесь бесполезно это делать. Но я тренируюсь. Саркасом я так и не нашла. Зато тут опять вот эти черные, как саркасцифы, только не саркасцифы. Гатилов мне нашел название. Это называется урнула бакаловидная. Я. Гриб несъедобен. А, ну да, я же с ними видео-то и не выкладывала прошлое, забыла. Вот. Но, в общем, эти страшные черные грибы, похожие на саркасцифы, я думаю, тоже сумчатые, называются урнула бакаловидная. Они пустые внутри. Но в дождик в них собирается вода. Вот. Есть нельзя, а жалко. Я бы набрала и попробовала. Ну, они так странно пахнут. Тоже не грибом они, непонятно чем. Но запах довольно-таки приятный. Вот такие они клёвые штуки. Прям вообще очень клёвые. Страшно выглядит, страшно. Мне прям так нравится. Вот. Растут точно так же на веточках. Это, по-моему, веточки осины старые, друхлевые. Вот. И вот в этой части леса они встречаются. Тут ещё орешник вокруг, хотя, может, это ветки орешника. И среди них бывают такие грибы. Урнулы. Ну, Урсула, похоже, только урнула. И клёвые. Кабанячьи следочки. Наверное, они тут и болтались, в этих лужах валялись. Хотя лужи холодные, сейчас чём не парят. Здесь просто ходили. Я уже скоро выйду из леса. Сейчас иду по просеке по дороге, по которой зимой дрова возили. Мы ходили тоже здесь не так уж и давно, но когда было много снега. Вон сколько у меня грибоченьков. У-у-у. Красивые. Куда их теперь только девать, не знаю. Вот. А вон ещё растут. Вот. Раз. И вон два. Ну, их я уже рвать не буду. Пусть растут. Мне более чем хватит. Я много оставила мимо проходила. Так что... Всё. Ну... Саркасомы грибы я не нашла. Есть ещё место, куда можно сходить поискать. Но это там далеко. Можно, может быть, даже со стримом сходить. Там, где кабан Анжела у нас лежит. Загорает. Заодно её навестить. А тут вот всё. Я выхожу. Сейчас иду домой уже.